Похоже, что прогнозы синоптиков с начала нового года относительно переменной погодных условий начинают сбываться. Температура в пределах нуля, с неба моросит мелкий холодный дождь, а подтаявший снег и наледь становится серьезным препятствием к передвижению для пешеходов и транспорта. Ответственно и оперативно к решению проблемы приступили специалисты предприятия «Коммунальник». Перед ними стоит непростая и важная задача – успеть очистить дорогу от снега и подсыпать тротуары и дорожки песком. Ведь погодные условия, дожди и ночные заморозки спровоцировали гололедицу на улицах областного центра. Мы заранее прогнозировали выпадение большого количества осадков, тем более прогнозировались минусовые температуры. Поэтому мы заранее вывели достаточное количество и техники, и людей, для того, чтобы превентивно еще обработать проезжую часть тротуары. Но осадков выпало достаточно много, это больше одной декадной нормы выпало за сутки. Но мы оперативно сработали в снегопад. Снег был достаточно мокрый, но тяжелый. Обработали всю поверхность проезжей части тротуаров. У нас расставлено в городе более 1200 ящиков с песком для обработки тротуаров. Сегодняшней ночью выпадали осадки в виде дождя на переохлажденную поверхность, поэтому образовалась так называемая гололедица на тротуарах. На проезжей части гололедицы не было. Тротуары мы обрабатываем с 4 утра. Вышли наши люди, обрабатывали песком тротуары. До сих пор еще продолжаем обрабатывать, потому что дождь шел всю ночь, не прекращаясь. Расчистить и обработать песком проезжую часть тротуара и остановочные пункты – задача непростая, особенно если делать это вручную. Значительно повлияет на темп, объемы и качество работы способна только специальная техника. И на балансе предприятия «Коммунальник» она есть. На балансе у «Коммунальника» находится 57 единиц снегоуборочной техники. Это 31 пескоразбрасыватели, 14 погрузчиков, 11 тракторов с отвалом и щеткой. Также у нас по решению горосполкома в случае аномально обильных снегопадов 15 организаций готовы нам помочь тоже снегоуборочной техникой, в том числе и самосвалами для вывоза снега. Ни для кого не секрет, что городские службы далеко не все успели обработать от гололеда, поэтому некоторые отдаленные от центра улицы превратились в полосы препятствия. Причем были и самые сложные уровни. В некоторых местах люд замаскировался под снегом, а пройти по лестницам, устояв на ногах, вообще практически было невозможно. Однако коммунальные службы и по сей день продолжают устранять последствия непогоды. Ведь впереди, по прогнозам синоптиков, продолжение температурных качелей и высокий риск повторения обледенения дорог и тротуаров.